Партнеры программы «Новости дня» – компания «Оптика ССЭК», торговая группа «Абсолют». «Новости дня» В ходе тушения из автомобиля был эвакуирован газовый болот. На парковке одного из торговых комплексов вспыхнул автомобиль. Горячая линия Тевикома о всех последних ЧП в республике. Движения, надеюсь, какие-нибудь будут. А то охота все-таки пожить в благоустроенной квартире. Вместо старых домов – современные многоэтажки. Центр города преобразится. Власти встречаются с собственниками квартир. Уже шесть участков удалось передать собственность муниципалитетам. Разговоры без галстуков. До Кавакжанова состоялась встреча жителей с депутатами Народного хурала. Горячий автомобиль на парковке одного из торговых комплексов. ДТП с перевертышем и два новых лесных пожаров Бурятии. Подробнее об этих происшествиях в рубрике «Горячая линия» Ася Касьянова продолжит. В Заиграевском районе пьяный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими. Авария произошла около пяти утра. Водитель автомобиля «Тойота» следует по автодороге Улан-Удэ-Романов-Качита на 48-м километре не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП трое пассажиров, один из которых в состоянии комы госпитализировано в медицинское учреждение. На Сахьяновой вспыхнул автомобиль. Внутри находилась женщина и газовый баллон. «Пожар был ликвидирован менее чем за 10 минут. В ходе тушения из автомобиля был эвакуирован газовый баллон. Получила травму женщина-водитель, 1971 года рождения». Медики увезли пострадавшую в больницу. Сейчас дознаватели устанавливают причину пожара. А на Кабанской перевернулся паркетник. По словам аварийных комиссаров, водитель «Хонды» не уступил дорогу, хотя шел по второстепенной. От удара китайский транспорт прокинулся на бок. Никто не пострадал. Четыре человека пострадали в ДТП в Закаменском районе. Легковушка протаранила бетонные блоки. Пожилой водитель не справился с управлением. В результате ДТП сам водитель и трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, с травмами были доставлены в медицинское учреждение. К ситуации с пожарами в лесах Бурятии обнаружили два новых очага в Яравненском и Мухаршибирском районах. Оба возгорания произошли по вине местных жителей. На тушении работали 58 человек из числа лесной охраны, пожарных, десантников и привлеченных. Задействованы 9 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 103,5 гектара. Из них 100 гектаров не лесная площадь. Пожар в Яравненском районе еще не потушили. Он вспыхнул в труднодоступной болотистой местности. Ася Касьянова, Новости дня. Госдума приняла закон о штрафах за выброшенных домашних животных. Согласно документу, несоблюдение требований к содержанию питомцев повлечет наказание до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей для должностных лиц и до 30 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, законопроект устанавливает административную ответственность хозяев животных за укусы, которые нанесли вред здоровью или имуществу других граждан. Нарушителям придется заплатить штраф в размере до 200 тысяч рублей. А за жестокое обращение с четвероногими будут наказывать штрафом до 100 тысяч. Центр Улан-Удэ планирует перестроить. Комплексное развитие территории поддержал президент России. Теперь осталось согласовать условия и приступить к работе. Власти республики и города проводят предварительные встречи с собственниками квартир, чтобы поделиться планами и выслушать пожелания владельцев. На встрече побывала наша съемочная группа. Центр Улан-Удэ сегодня сложно назвать привлекательным, как для туристов, так и для самих жителей. Здесь наблюдатели зачастую встречают старые дома, неприглядные фасады и деревянные туалеты. Однако в ближайшие 10 лет все может измениться до неузнаваемости. Власти республики и города прорабатывают программу комплексного развития территории. Первый участок – от начала улицы Смолина до улицы Советская. Однако, чтобы планы реализовались, нужно согласие местных жителей. Поэтому представители управления комплексного развития территории Бурятии и администрации города проводят встречи с собственниками жилплощадей. В данном случае будет равнозначное предоставление иного жилого помещения или выкупной стоимости. То есть сначала предлагается выкупная стоимость. Она определяется по рыночной стоимости. И, как правило, у нас по этой стоимости потом сложно что-то приобрести. Поэтому мы предусмотрели, что по заявлению собственника можно будет попросить равнозначное жилое помещение. То есть это будет другая квартира. Другая квартира должна будет иметь ту же площадь, то же количество комнат, иметь благоустройство, ванна, туалет, кухня и находиться в пределах Улан-Удэ. Возможность остаться проживать в центре также предусмотрена. Местные жители, чьи дома признаны аварийными, предложению рады. Говорят, жить по-прежнему уже нет сил. Движения, надеюсь, какие-нибудь будут. А то охота все-таки пожить в благоустроенной квартире. Как говорится, сказали, сейчас очень красиво программа. Если они, вот эти условия все соблюдают, будут, конечно, нам было бы это выгодно. Это было бы очень хорошо, здорово. Но будем ждать. Помимо ветхих в центре есть и хорошие дома, так называемые «сталинки». Они пребывают в отличном состоянии, а придворные территории метят названия образцовых. Съезжать отсюда нет ни резона, ни желания. Однако при определенных условиях возражать владельцы двухэтажек не станут. Пусть это будет не на этой территории, но там 200-500 метров будет построен дом со временем. Потом говорят, товарищи, приходите, посмотрите. Вас устраивает? Мы говорим, да. Переселяемся, и вы тогда сносите наш дом. Ну вы, другие, пятые, десятые. То есть вот такая картинка. В пользу переселения говорит и состояние инфраструктуры центральной части города. Мы по последним коммунальным авариям видим, потому что сети построены уже давно. Износ уже составляет и 70, и 80, где-то 90 процентов. Потом это касается теплоснабжения, водоснабжения, отведения главной канализации. Ну и пропускная мощность вот этих сетей, она уже исчерпала себя. Поэтому здесь на территории центра города ОНД предполагается строительство социально значимых объектов. Национальный музей проектируется, строительство театра Байкала уже в этом году должно быть начато. Это были только предварительные встречи и конкретные разговоры с жителями еще впереди. Чтобы центр бурятской столицы превратился в современный район, отвечающий всем требованиям, как эстетическим, так и техническим, необходимо согласие всех собственников. Иначе возможность изменить внешний вид города так и останется в мечтах. Отметим, что на реализацию проекта по комплексному развитию центральной части города планируют направить порядка 150 миллиардов рублей. Баир Цедыпов, Гармин Батоа, Новости дня. Организацию летней оздоровительной кампании в городе обсудили в Комитете по социальной политике депутаты Горсовета. Каким выводом пришли народные избранники, расскажем в следующем сюжете. 319 детей из семьи, чьи родители находятся на СВО, получат путевки в летние лагеря вне очереди. 39 миллионов рублей из городского бюджета было потрачено, чтобы подготовить места отдыха к сезону. К 1 июня все подготовительные работы будут завершены и начнется первая смена. В этом году тематика летнего сезона в основном будет посвящена столетию Бурятии и патриотическому воспитанию. Прием заявлений на постановку в очередь на получение бесплатных путевок, то есть это дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, у нас осуществляет муниципальное образовательное учреждение, в котором обучается ребенок. Срок приема заявлений по данным установлен до 30 марта текущего года, а с 1 апреля по 15 июля прием заявлений осуществляется в районных администрациях города Олан-Удэ по месту жительства. Обсудили на заседании и работу детско-юношеского центра «Безопасное детство». Свою деятельность организация ведет под контролем Комитета по образованию. За год специалистами проводится множество мероприятий в городских школах. Поступило предложение от нашего комитета к Комитету по образованию, чтобы в некоторых школах или на улицах, или внутри помещений, все-таки сделали какие-то разметки дорожные, для того, чтобы дети, не выходя со школы или рядом со школой, всегда отрабатывали правила дорожного движения. Для того, чтобы такие места в школах стали реальностью, депутаты горсовета готовы выделить средства. Андрей Слепнев, Жаргал Сарендашиев, Новости дня. Освещение, доступный общественный транспорт и новые дороги. Жители станции дивизионной встретились с депутатами народного хурала. О встрече в ДК имени Вахжанова наш следующий материал. Как изменилась жизнь вообще в плане благоустройства? Много что изменилось. Дорогу нам сделали. Дом, который построили. Автобусы у нас муниципальные, 17-й, 27-й, 600-й. Добавить можно, что решили вопросы с освещением улиц. Сегодня одной из наболевших проблем является земля. Некоторые участки в микрорайоне невозможно приватизировать. Одним из основных вопросов жителей является то, что земли некоторые находятся в собственности Министерства обороны. И на сегодняшний день ведется работа. И уже шесть участков удалось передать собственность муниципалитетам. На сегодняшний день еще один участок находится на рассмотрении Министерства обороны Российской Федерации. И вот ведется такая планомерная работа. Я думаю, что в скором времени она будет разрешена. Это значит, оформить участки в собственность вскоре смогут десятки жителей. Однако остается еще множество проблем. Среди них реконструкция местной школы и поликлиники. А еще нужно решить, как работать с линией электропередач. У нас есть сети, которые предстоит еще их модернизировать. Потому что очень вопрос давно висит, тоже с бородой. И у нас проблема, что они сейчас не можем определить, кто у них хозяин. То есть они без хозяинной сети. Мы сейчас не можем и с МРСК договориться, и с городом не можем договориться. Сейчас сети будут оприходованы. Если они зайдут в муниципальную казну, то уже будем изыскивать денежные средства для модернизации и капитального ремонта сетей. На ремонт местной поликлиники из бюджета выделили 17 миллионов рублей. Денег на полноценную реконструкцию не хватит, но это тоже вопрос времени. Депутаты обещали приложить максимум усилий, чтобы ускорить этот процесс. Берцедыпов Евгений Павлов. Новости дня. В Бурятии объем сданного в эксплуатацию жилья вырос почти в два раза. За четыре месяца этого года в республике построены и введены в эксплуатацию 893 жилых дома на 3057 квартир. Общая площадь их превысила 208 тысяч квадратных метров, сообщили в Бурятстате. В ведомстве заметили, что по сравнению с тем же периодом прошлого года объем сданного в эксплуатацию жилья вырос почти в два раза. Больше всего введено жилья в Улан-Удэ. Более 70% от сданного в эксплуатацию в целом по Бурятии. В Иволгинском районе эта доля составила около 10%. В Торбогатайском – больше 5%, в Кабанском – больше 3% и в Заиграевском – 2,5%. Победа нужна, чтобы был мир. После потери Бахмута украинские диверсанты пытаются прорваться в приграничных районах. Военные эксперты оценивают их попытки как ожидаемые. ВСУ не в состоянии совершить серьезные и полномасштабные контрнаступательные действия и не в силах организовать неприступную оборону. Наши воины, земляки, как и другие герои СВО, готовы держать границы на замке. Как продолжатели своих дедов, продолжатели их дела, добиваем то, что когда-то не добили, наверное. Потому что та же свастика, те же кресты на их же технике, и их же отношение такое, как и было у фашистов, такое сейчас же отношение и к русскому населению. Хотелось бы сказать, что те, кто не хотят возвращаться, наверное, все-таки стоит вернуться. Потому что не нужно думать только о себе, как бы выполнить, наверное, то, что начатое. Победа нужна, как иначе, без нее никуда. Только победа. Победа, чтобы был мир. Нападение на приграничные районы следствие нехватки боевого потенциала ВСУ. Диверсионная война для отвлечения наших сил и ресурсов на второстепенные направления. Позиция самих военных проста. Победа необходима сейчас, чтобы был мир. Госдума приняла закон о обоснованиях признания загранпаспортов недействительными. Согласно ему, срочники будут обязаны сдавать загранпаспорта в МВД или МФЦ на все время службы. Нормы касаются мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Получить загранпаспорт обратно можно будет после прохождения службы. Выезд из России запрещен гражданам со дня, когда повестка считается врученной. Как уточняют эксперты, не исключено, что документы будут изымать сразу после заседания призывной комиссии. Поправки, скорее всего, не затронут осенний призыв этого года, поскольку вступят в силу только через 180 дней после публикации. Добавлю, что новый закон также дает пограничникам право прямо на границе изымать загранпаспорта у россиян, которым запрещен выезд. Прямо сейчас реклама. И вот что вас ждет во второй части выпуска. Сумма в размере 4 миллиона рублей из бюджета республики Брятия выделена. У 41-й школы появится свой стадион. Все это делается в целях увековечения памяти пограничников, которые отдали свою жизнь при защите рубежей Отечества. В сквере пограничников высадили первые саженцы из муниципального питомника. Вашему ребенку нужны очки? В оптике ССС – большой выбор оправ, которые не ломаются. Очень прочные, безопасные и веселые для любознательных и активных детей. Позаботьтесь о здоровье глаз ваших деток. Я люблю оптику ССС! В Абсолюте охлажденное мясо свинины всегда по суперцене. Всего от 198 рублей. Абсолют. Гарант низких цен. Для вкусного чаепития в Абсолюте. Купи печенье Американо, получи печенье ванильное в подарок. Абсолют. Гарант низких цен. Такого еще не было. Минус 30% на отдых в мае подарил эко-курорт Кука. Путевка с лечением или просто отдых? Вам решать. Успейте забронировать по выгодной цене по телефону в чете 8 30 22 210 911. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307 307. Новости дня на АТВ Коми. В студии Мария Латышева. И мы продолжаем. Футбольные и баскетбольные команды собрались в Октябрьском районе Улан-Удэ. Там сегодня открыли летний спортивный сезон состязаниями дворовых команд. На спортивной площадке на улице Терешковой жарко. Сегодня здесь состязаются дворовые команды. 9 школ города собрались на 20 округе. Их приветствуют депутаты. 18 команд только будут играть баскетбол 3 на 3. Баскетбол 3 на 3 это сейчас бурно развивающийся вид спорта. Поэтому много игроков не надо. И казалось бы правила попроще. И в скоротечные игры. И футбол. Но футбол, естественно, он всю жизнь был самый массовый вид спорта. И там тоже будут 12 команд. Поэтому сегодня будет активный соревнование. И надеюсь, что когда эти соревнования пройдут, к нам все-таки придет лето. Сегодня, конечно, мы акцентировали внимание на таких видах спорта, как футбол и баскетбол. Но судя по детям, я прекрасно понимаю, что площадка пустовать не будет. Лето у нас очень короткое. И за этот период, конечно, максимально хочется, чтобы дети находились на свежем воздухе и занимались какими-то активными видами. Для этого тут, на Терешковой, еще пару лет назад силами депутатов была построена современная площадка с каучуковым покрытием. Молодежь на ней играет постоянно. Тут часто проходят турниры, мероприятия среди уличных команд. Ну, принимаю участие активно. Сегодня настрой какой выиграть. Да. Депутаты округа уверены, что это не предел. И таких мест для молодежи должно быть больше. Таких площадок, которых профессиональных, но всегда не хватает. И будем стараться, все депутаты гурсовета, чтобы площадки, которые мы строим, были красивые, удобные для наших детей. Надо создавать все условия для наших детей, подростков, взрослых, чтобы дворовые пространства были безопасны и современны. На сегодняшний день именно надо акцент делать, чтобы были современные и очень безопасные. Сегодняшние состязания дворовых команд длились несколько часов. Победители и участники получили специальные призы от депутатов округа и выступят на ближайших дворовых соревнованиях. Мария Латышева, Сергей Медведев. Новости дня. Хороший стадион для игр пообещал построить депутат народного хурала ученикам 41-й школы. Сегодня там прозвенел последний звонок. Лучшим вручили грамоты и подарки. Все подробности прямо сейчас. Танец от старшеклассников – подарок маленьким выпускникам начальной школы. В небольшом музыкальном зале собрали сразу четыре класса. После последнего звонка детей переведут в основное здание. У нас в школе очень добрые учителя. Я люблю нашу школу. Учусь я на одни пятерки. За то, что хорошо училась, Вика получила подарки от депутата народного хурала и почетную грамоту. Такие же достались и другим отличникам. Заниматься детям приходится в приспособленном под школу здании детсада. Три года назад по решению Михаила Гергенова и мэра столицы тут оборудовали новый пищеблок. Педагогический коллектив, они все настроены на то, чтобы дать образование более качественно. Но не всегда есть условия для того, чтобы дать именно качество. Но тем не менее у нас оборудованы все учебные кабинеты. У нас есть актовый зал, где мы тоже его используем как и спортивный зал, как и школьный театр. В этом году изготавливают проектно-сметную документацию, чтобы включить начальную школу в федеральную программу капитального ремонта. Также в 2022-м тут сделали небольшое футбольное поле. Свой стадион должен появиться и у основного здания 41-й. Будет построено футбольное поле с искусственным покрытием размером 20 на 40. Сумма в размере 4 миллионов рублей уже из бюджета республики Брятия выделена. И за лето я думаю, что подрядчик после проведения торговой определительности построит в кратчайшие сроки хорошее футбольное поле. В следующий этап мы будем строить здесь же беговые дорожки, полюбольную площадку и баскетбольную площадку тоже с искусственным покрытием. За последние 4 года благодаря финансовой поддержке Михаила Гергенова построили 4 стадиона при школах. В том числе 22-й на Машзаводе, 46-й в Загорске, 38-й на Кирзаводе и 23-й на площадке. Массовый переход на новую систему высшего образования в России запланирован на 2025 год, заявил министр науки Валерий Фольков. Ранее Владимир Путин подписал указ о реализации в ближайшие два года пилотного проекта, направленного на изменение уровня обучения в вузах. Согласно документу, в новой системе будет три уровня – базовый, он заменит бакалавриат, специализированный и аспирантура. Пилотный проект будет реализован в шести университетах. До 30 июня вузам можно будет разработать образовательные стандарты по новым уровням и соответствующие программы. В Бурятии впервые прошел этап всероссийского конкурса мастерства «Учитель-дефектолог-2023». Кто одержал победу в состязаниях, смотрите в следующем сюжете. Эти люди ежедневно помогают детям ясно излагать свои мысли и иметь четкую дикцию. В этом зале собрались лучшие педагоги-логопеды. Все они участники конкурса «Дефектолог года». По России он проводится уже в шестой раз, а в Бурятии – впервые. Ранее этот конкурс проводился только среди учителей коррекционных общеобразовательных учреждений под ведомствами Министерства образования. В этом году мы его расширили и теперь он проводится вообще среди всех образовательных учреждений, в том числе и среди дошкольных образовательных учреждений. На конкурс поступило 19 заявок. Из них 11 прошли в очный этап. За звание лучших боролись 6 логопедов и 5 дефектологов. Поддержать участников пришли их коллеги и творческие коллективы. Гран-при получили учитель-логопед Милена Церемпилова и учитель-дефектолог Мария Емельянова. Их наградили дипломами, стеллами, а также вручили ноутбуки. Мне очень приятно, что мне удалось поучаствовать в данном конкурсе и победить в этом конкурсе. Испытания были достаточно сложные, профессиональные. Соперники были достойные. Участие было такое плодотворное. И действительно я очень рада, что сегодня у меня все получилось. Отмечу, что абсолютные победители будут представлять республику на заочном федеральном этапе конкурса, который стартует уже 3 июня. Юлия Пермякова, Екатерина Стрелкина, Жаргал Церендашиев. Новости дня. В Улан-Удэ высадили первые саженцы, которые доращивали в муниципальном питомнике. Озеленею территорию в сквере пограничников. Сколько новых насаждений появилось в железнодорожном районе, знает мой коллега Андрей Слепнев. Акации, рябины, ели, яблони и дерны будут теперь украшать сквер пограничников. В общей сложности почти 400 деревьев и кустарников посажены здесь. При этом 300 акаций взято из муниципального питомника, где их доращивали. В прошлом году в рамках ремонтной программы здесь был заменен трубопровод, теплопровод. То есть трубы, по которым поступает тепло туда на улицу Октябрьская полностью, туда Буйко. Здесь было произведено масштаб, естественно, нарушено благоустройство. В рамках этого ТГК сейчас восстанавливает все благоустройство, которое мы нарушили. Ну а мы садим сегодня, продолжаем программу «Зеленый город» и садим сегодня здесь саженцы. В питомнике акации доращивали целый год. За это время кустарники увеличились в размере в несколько раз. В прошлом году, когда мы высаживали сейнцы на доращивание, они были порядка 10-15 сантиметров высокой. Ну и видим уже другое дело, полноценное сажение с кустарника. То есть теперь он в городских условиях больше доли вероятности не погибнет. И я надеюсь, не будет уничтожен нашими гражданами, вытоптан или наезды автомобилей. Уже его заметно. Помогают в благоустройстве сквера ветераны-пограничники. С 2015 года они не пропустили ни одной акции по озеленению. С тех пор мы ежегодно проводим совместно с мэрией города ОНД, с районом железнодорожным, с администрацией железнодорожного района, проводим, как говорится, совместные мероприятия по озеленению. А все это делается в целях увековечения памяти пограничников, которые отдали свою жизнь при защите рубежей Отечества. Всего в ОНД этой весной будет высажено более трех тысяч саженцев яблони, калины, клёна, тополя и других растений. Также в рамках программы «Зеленый город» запланирована посадка цветов на площади 8 тысяч квадратных метров и газона на площади 10 тысяч квадратных метров. Андрей Слепнёв, Руслан Хороших, Бато Гармын. Новости дня. В Бурятии собираются увеличить размер денежного вознаграждения за убитого волка. По словам руководителя Бурприроднадзора Марины Дамдиновой, урон от хищников исчисляется миллионами рублей. Особенно страдают Акинский, Закаменский, Селингинский, Курумканский и Мухаршибирские районы, где развитое животноводство и растениеводство. На этот год в нашем регионе насчитывается 2300 особей. И это несмотря на стабильную добычу в 500 особей каждый год. Увеличение популяции последние пару лет наблюдается все равно. Каждый год в республиканский бюджет закладывается по 4 миллиона рублей на уничтожение волков. По 8 тысяч рублей на одну голову. Насколько увеличат размер вознаграждения, пока не решили. В Улан-Удэ открыли мемориальную доску памяти ветерана Великой Отечественной войны Федора Сигаева. О том, где и как проходило открытие памятника, расскажет наш корреспондент. Мемориальную доску установили по адресу Фрунзе 9 в памяти ветеране Великой Отечественной войны Федоре Сигаеве. В апреле 45-го наш земляк участвовал в штурме имперского моста у города Вена. Взвод Сигаева в течение полутора суток отбивал 8 немецких контратак. Но в мирной жизни со слов родных его отличала скромность и доброта. Он очень мало что говорил про войну, практически ничего не рассказывал. Но на самом деле он был очень великодушным, добрым, отзывчивым человеком. За бесстрашие и героизм гвардии старший лейтенант Сигаев в мае 45-го года был представлен к званию Героя Советского Союза. Но вместо золотой звезды получил орден Отечественной войны первой степени. Об этом говорится в наградном листе, который много лет хранился в архивах Минобороны. Мы сохраняем и увековечиваем память, отдаем дань уважения нашим ветеранам, которые нам подарили действительно мирное небо над головой. Мы чтим эти традиции и думаем, что наше подрастающее поколение будет равняться наших героев. Отмечу, историческая справедливость все-таки восторжествовала, пусть даже много лет спустя. Два года назад внучки Федора Глебовича вручили копию наградного листа на звание Героя Советского Союза. Также по распоряжению администрации УАНУДЭ в 2021 году в честь Федора Сегаева была названа улица в микрорайоне Забайкальский. Андрей Слепнев, Батогармын. Новости дня. Очки на любой вкус и кошелек. В одной из оптик нашего города с сегодняшнего дня заработал шоурум, где можно выбрать как солнцезащитные очки, так и с диоптерами по выгодным ценам. Где проходит акция, расскажем прямо сейчас. В эти дни оптика СССР отмечает 29 лет с момента основания. Столько времени компания заботится о здоровье наших глаз и предоставляет все самое лучшее для своих покупателей. Сегодня проходит шоурум новой коллекции оправ и солнцезащитных очков. Мы приготовили подарок для своих покупателей, для постоянных клиентов, для жителей, для горожан. К нам приехали наши партнеры, поставщики компании «Алхимер». Они привезли замечательные европейские и японские бренды, коллекция 23-го года, оправы и солнцезащитные очки. И сейчас в дни работы шоурума действует акция на новую коллекцию «Скидка 20%». Кроме того, в преддверии 100-летнего юбилея республики оптика СССР дает скидки до 100%. Вы только посмотрите, какой огромный выбор моделей – от классических до самых смелых решений. С оптикой СССР мы уже работаем несколько лет. Они являются одним из самых надежных партнеров в Бурятии. Специально к дню рождения мы привезли несколько брендов, таких как «Каролина Абрам», «Отсуда Мацунага». Новые коллекции 2023 года и только для вас они представлены эксклюзивно в оптике СССР. Оптика СССР – это гарант высокого качества и постоянные клиенты это ценят. Ну, сейчас я зашла и выбрала себе очки. Все получилось очень быстро. Мне помогли выбрать. И мне кажется, что это очень хорошо, когда тебе сразу помогают по твой тип лица подобрать, что ты хочешь. Я пришла с конкретным запросом, с конкретной ценовой политикой, с конкретным цветом. Мне все помогли выбрать. И еще к тому же получилось вытянуть скидку 15%. Было очень приятно. Приходите примерить и выбрать очки из последней коллекции 26 и 27 мая в салон «Оптики СССР» на улице Ленина, 32А. Приобретайте качественные очки по выгодным ценам. Оставайтесь на ТВ-коме и далее в эфире программа «Удэрэйханин». Последние новости на бурятском языке и интервью с гостем в студии. На этот раз разговор будет с режиссером Солбоном Лыгденовым. Он расскажет о том, как завоевал спецприз дебют в военном кино за фильм «321-я сибирская» в Туле. Выпуск выйдет в 20.10. Таким был этот выпуск, а я напомню его главные темы. На парковке одного из торговых комплексов вспыхнул автомобиль. Горячая линия ТВ-кома показала все последние ЧП в республике. Вместо старых домов – современные многоэтажки. Центр города преобразится. Власти встречаются с собственниками квартир. В сквере пограничников высадили первые саженцы из муниципального питомника. Наши новости вы всегда можете найти на сайте телеканала, ВКонтакте, в Телеграме или в мобильном приложении. На этом я, Мария Латышева, с вами прощаюсь и, как всегда, желаю только хороших новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Сельдь на пикник – получи сельдь в масле в подарок. Абсолют – гарант низких цен. Яйцо от Улан-Уденской птицефабрики в Абсолюте. 30 штук – всего от 170 рублей. Покупай свежее, покупай местное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok